Меня зовут Дарья Дружинская, я психолог команды BPI-блога и специалист по работе с психосоматикой. Сегодня я в эфире нашего канала в Инстаграме, посвященного аллергиям и кожным симптомам, и будем, значит, работать с этим вопросом. Теоретически, сегодня без диагностик, возможно, но слушайте до конца. Кто знает, кто знает, что у нас ждёт. Спасибо за ссылку, Дина, большое спасибо, отлично. Итак, тема у нас потрясающая. Тема у нас, я даже записала себе, чтобы не потерять мысль, сделала памятку в Орде. Инструкция для мам детей-аллергиков и детей с кожными заболеваниями. Поэтому пишите свои вопросы, свои впечатления, какую-то обратную связь давайте прямо здесь, в комментариях, в прямом эфире Инсты и, соответственно, в Телеграм-канале. Там есть последний пост как раз в канале, и вы можете задавать там свои вопросы. Я очень люблю живое общение, так что присоединяйтесь, спрашивайте, буду стараться отвечать. А здесь информация, но очень важная инструкция, с чего вообще начинать работу по проработке тех или иных симптомов, аллергических или кожных. Что общего, что разного. Кто уже работал, кто уже исцелялся или кто, наоборот, спотыкается обо что-то, обязательно пишите. Особенно какие-то провокативные комментарии, вопросы, будем их обсуждать, если у нас будет хватать времени. Так что инструкция, да, первое, с чего, как вы считаете, дорогие родители, да, будущие мамы или уже состоявшиеся мамы, с чего же нужно начинать работу психологическую, психоэмоциональную в контексте исцеления детского симптома, аллергии, кожных симптомов. С чего нужно начинать? Мамы считаются, особенно, кстати, педиатры часто это говорят, одними из самых тревожащихся существ на планете. Виноватые, тревожащиеся, вот это вот прям вот такие формулировки, подходящие для мам. Притом любого возраста, это абсолютно не важно, вам 18 лет или больше 40. Это не имеет значения, потому что эмоции имеют такую же силу, как в юном возрасте, так и в старшем. Поэтому в первую очередь нужно работать, конечно же, с тревогой, с своей материнской тревожностью. Ну, сталкивались наверняка, правильно же? Все мамы тревожатся из-за чего-то. Это, в принципе, можно сказать, что отчасти нормально. Вот вас уже побольше, присоединяйтесь. Так что первое, с чего мы, мамы, начинаем, это, конечно же, работа с тревогой. Это касается как аллергиков, так и кожников, будем так вот говорить. Потому что тревога подключает сильный контроль, гиперопеку, гиперконтроль. И на фоне вот этого эмоционально нестабильного состояния, я постоянно тревожусь, у меня идут эти эмоции, у меня вот этот норадреналин постоянно уже как наркотик меня питает. То тогда ребенок это чувствует. Поэтому вспоминаем, кто впервые слушает меня, кто впервые вообще знакомится с понятием психосоматики, вы обязательно изучите вопрос, что же такое вегетативный резонанс в матери и ребенка. Но это такие умные слова, если говорить простым языком, чтобы было всем понятно. То, что мама проживает на уровне эмоций, чувств своей души, то отражает ее ребенок либо поведенческим симптомом, либо телесным. То есть возникает или аллергия, или дерматит, или любые другие заболевания. Но мы сейчас говорим именно об аллергиках и кожниках. Вот. Значит, получается, что ребенок он отзеркаливает. Он в прямом смысле отзеркаливает. Но, кстати, очень много родителей в этот момент попадают в чувство вины. А это второй пункт. Или, можно сказать, наравне с тревогой. То, что нужно обязательно прорабатывать. Получается, что тревога, да, и мама окунается в чувство вины. И вот при знании, при этом знании, что то, что чувствую я, мучается ребенок, да, можно сказать, своим симптомом. Он весь себя там издирает, исчесывает. У него вот эти покраснения, зуд. Он не может спать, не может есть. Он ограничивает, я ограничиваю его питание. Потому что, если он съест что-то красное, к примеру, он опять весь покроется сыпью. И неизвестно тут, кстати, и аллергии, или дерматиты. Бывает такая вообще смесь, что даже врачи не могут разобрать толком, что это вообще, про что это. И точно диагноз поставить. И тогда я сейчас вам говорю стоп. Вот все, кто узнал, что есть вегетативно-нервная связь между матерью и ребенком, стоп. Виноватость, отменяем чувство вины, говорим ему категорическое стоп. Вы сейчас, наоборот, вооружены информацией, которая может вам помочь исцелиться, снизить тревогу, убрать чувство вины. И вообще качественно улучшить свою жизнь, свое внутреннее состояние, в первую очередь. Поэтому вы как будто бы сейчас, наоборот, набираетесь нужной информации, которая будет способствовать вашему и детскому исцелению. Так что вот виноватость родительскую в сторону, да, сейчас я рассказываю не для вас, не для этого чувства. Ну, а так или иначе, мама всегда, когда ребенок болеет, ну, очень часто это стандартное такое поведение, окунается в это чувство вины. И тревоги. И вот это вот так по кругу. А правильно ли я лечу? А правильно ли я делаю? А что если я дам антибиотик? А я же против антибиотиков. И вот съедает себя. Ко мне часто обращаются мамы, которые говорят, что вот настолько болезненно еще принимают сам прием лекарств. Винят себя еще и за это. Кстати, к слову, раз заговорила о препаратах, сразу хочу немножко в сторонку отойти и отметить, что психосоматика и медицина идут рука об руку. Вы, пожалуйста, лечитесь у врачей, так как это делаете всегда, да, ни в коем случае не отменяйте медицинского лечения стандартного, классического, да. Но параллельно с этим обязательно идите в психологию, исследуйте свои психологические причины, эмоциональные причины, которые способствовали возникновению того или иного симптома, вашего или детского. Так что мы дружим. Нам очень важен, на самом деле, диагноз, точный диагноз, поможет еще больше информации раскопать. Чтобы проработать ее с точки зрения уже психотерапии, психологии классической или вот психосоматической. Ну что, значит, про вину говорю, да. Тревога, вина, зацикленный конфликт. И тем самым, когда мама понимает, что ее состояние влияет на детское, здесь очень важно в сторону также выставлять, можно сказать, это чувство вины. И как с ним работать. Есть очень много техник, есть специальный блок как раз в курсе, который я буду курировать этой весной по работе с аллергией и кожными симптомами в контексте психосоматики, наша любимая родная. Поэтому вина прорабатывается, тревога прорабатывается. Иногда даже, когда мама просто немножко снизит свой уровень тревожности со 100, хотя бы до 70%, то уже может заметить, как кожа ребенка или аллергическая реакция становится в разы меньше или вообще исчезает. Это процесс очень индивидуальный, совершенно сложно всех под одну гребенку подобрать. Но есть вот определенная инструкция все-таки, то, с чем мы работаем. И то, что объединяет и аллергиков, и кожников, это всегда работа с эмоциями, всегда работа с чувствами. Даже не столько важна сама драматичная ситуация, которая повлияла на ваше эмоциональное состояние, сколько именно ваше состояние. Но об этом я еще буду говорить дальше. Мыслей у меня, как обычно, очень много. Полезной информации достаточно. Мне всегда от души хочется максимально много полезного вам дать. Потому что вот у меня есть пост по обе стороны, баррикад, наверное, называется. Точно не помню. Потому что я выступаю здесь сейчас как эксперт-психосоматолог, как дипломированный психолог. Но при этом сколько-то лет назад моя старшая дочка тоже болела аллергией и дерматитами. И меня, кстати говоря, именно наш эпидиатр направила уже к психологу тогда, потому что лекарства почему-то вообще не помыкали. Не снимали зуд, ничего вообще. Был постоянный нервный кашель еще из-за этого тоже. В общем, история такая интересная. И я на собственной шкуре, дорогие мамы, кто нас смотрит, точно знаю, что нужно делать, с чем работать. И как можно исцелиться. Ребенок абсолютно здоровый, чистый, ест все, что хочет, делает все, что хочет. То есть мы абсолютно свободны от аллергии и дерматита. Поэтому мы работаем с чувствами, прорабатываем в первую очередь вот эти состояния. Так что для начала задайте себе вопрос. В каких эмоциях я сейчас нахожусь? С какими эмоциональными состояниями я сталкиваюсь постоянно? То есть это что-то, что идет фоном, нон-стопом. И вот это один из первых вопросов, когда нужно просто заземлиться, остановиться и задать его себе. Кстати, насчет людей с кожными заболеваниями, да, здесь еще очень важно исследовать триггеры. То есть что такое триггер? Вот приходит, вот сейчас пример такой приведу, очень такой утрированный, наглядный. А может быть вы в этом примере себя просто увидите, найдете. Вот вы сидите с малышом, не знаю, это грудничок или там двух-трехлетний малыш, девочка, мальчик, не важно. Дома вы уставшая мама, которая мало спит, так себе питается, не успеваете, нужно и приготовить, и убрать. И муж с работы приходит, и муж меня тыкает, да тут что-то не то приготовила. И выглядишь ты как-то не очень. И ребенок все время орет, а я отдохнуть хочу после работы, да. Оно вот и наезжает на вас. А мамы, они самые ранимые существа, да, потому что тревога, вина, обида, целая вообще кипа эмоций внутри находится. И вот оно вот так вот все коробит изнутри. Как-то это должно выражаться. И если это состояние никак адекватно и экологично не выходит из человека, то тогда оно вытекает боком, выходит боком и превращается в симптом. И вот в таком случае муж постоянно оказывает психоэмоциональное давление, и женщина тогда включает в себя определенные какие-то эмоциональные состояния. То есть она там защищается, ей хочется отдалиться от него. Или наоборот, она очень скучает по тому мужу, который был до того, как родился ребенок, а сейчас у них очень поменялись отношения, да. После рождения ребенка семья, она трансформируется, это нормальный процесс. И вот муж, он явный триггер. Постоянно окунают, постоянно об него спотыкаетесь. Так же бывает свекровь, так же бывают собственные родители, бабушки, дедушки, может быть, брат, сестра. То есть кто-то из близкого окружения будет триггерить вас, что будет провоцировать высыпание, будет что-то чесаться у ребенка, естественно, да. А может быть у вас у обоих уже пошла какая-то реакция. Так что, что касается кожников, то здесь очень важно найти этот триггер. Поэтому и нужно спрашивать и задавать себе этот вопрос, в каких эмоциях я живу. И если я живу вот в таких негативных состояниях, я постоянно себя обвиняю, виню, обижаюсь на мужа, и сразу так, ага, я все время обижаюсь на мужа, я хочу, чтобы он вообще там задержался допоздна на работе, и мне без него как будто бы легче. Такие истории не редкость, это часто бывает. Вот, на примере мужа. Муж – яркий триггер. Но это на поверхности. А бывает, что маму триггерит собственный ребенок. Или триггерит она сама. Как это? Мама любит, ну классическая история, мама любит своего малыша, малышку, заботится. Но при этом как будто бы видит в этом ребенке, там, не знаю, родственников мужа, которые ей неприятны. Или, может быть, она видит себя маленькую в этом ребенке, да, что-то ей напоминает какую-то драматичную историю. Это такая проекция, если говорить на языке психологов. И вот с этим тоже нужно работать, и тоже поглубже мы идем. Да, работа с триггерами, она есть на разных уровнях, скажем так. То, что на поверхности, то, что у нас спрятано еще глубже, что не так просто разглядеть, тем более самостоятельно. Поэтому обязательно должен быть, я считаю, так я убеждена, все-таки, что должен быть человек со стороны, который будет помогать, профессионал, естественно, да, кто будет помогать, направлять. Потому что работа самостоятельная на курсе, она, безусловно, принесет изменения, пользу, это сто процентов так. Но, возможно, не поможет раскрыть все на сто процентов, да, и вот чего-то где-то будет не хватать. Тогда будет гораздо легче увидеть вот эти вот слепые пятна. Даже профессионалы, даже мои учителя по психосоматике самостоятельно многое, даже очень очевидное, не могли разглядеть, пока сами не обращались за помощью к специалисту. Это абсолютная норма, потому что нас спасает наш мозг, он вытесняет эти слепые пятна, да, он превращает их в слепые, он находит их, превратил, вытеснил. Это такой механизм сохранения, механизм выживания, это придумал автоматический мозг, такие рефлексы спасательные. И получается, что без дополнительных гипотез, без направляющего, ну, можно, наверное, найти, да, но потребуется гораздо больше энергии, больше желания, мотивации, а в процессе исцеления нередко сталкиваешься с тем, что руки опускаются, потому что здесь, как в гемеопатии, кстати, часто исцеление приходит через обострение. И вот когда мама видит, что ребенка обсыпала еще пуще прежнего, хотя она сделала все, что только можно, и раз, и такое прям, как такое возможно? Вот с этим тоже нужно в моменте работать. Я всегда, кстати, своих клиентов предупреждаю, кто идет в личную терапию, да, кто берет, например, только одну сессию, хотя я бы рекомендовала действительно брать модуль, чтобы более тщательно, более подробно и более продуктивно прорабатывать вопросы. Предупреждаю, что сейчас, после того, что мы подняли на поверхность, наконец-то, все ваши зажатые эмоции, все ваше напряжение, оно вышло, ребенок, он же зеркало, он почувствует гормонально то, что вы вот это сейчас отражаете, и тогда он может зацвести, да, скажем так. Но вы этого не пугайтесь, это естественный и очень хороший процесс, это хороший знак, что сейчас так произошло. Значит, мы верной дорогой идем, двигаемся дальше, вы точно подняли то, что влияет, вы сто процентов так. Вы сейчас это отпустили, у ребенка будет снижение, вот, получается, физиологической этой реакции, да, телесной, и пойдет постепенное исцеление, выздоровление. Ну, я опять соскочила со своего списка, который написала, по поводу инструкции. Поэтому для обоих групп, аллергики, кожники, работа с эмоциями, в первую очередь, тревога, вина, ну, там, дальше, обида, страх, стыд и все остальное, но это вот такие две первые, два первых чувства. Потом для кожников, конечно же, работа с триггерами. Все это есть на курсе, прям к каждому моменту выделен блок проработок. Кстати, насчет кожников еще хотела добавить, что когда обращаются люди, например, с таким диагнозом, как экзема, можно сказать, что такая статистика наблюдается, что люди с экземы вообще очень сложно выражают свои эмоции. Они, во-первых, не могут прочувствовать и понять, и сформулировать словами, что вообще чувствуют, что проживают, назвать это чувство, эмоцию, ощутить вот эту связь телесного, душевного, где, что и как связывается, и выразить. Поэтому они держат в себе столько злости, столько там напряженных состояний своих эмоциональных, что кожа, собственно, и кричит об этом. Ты вырази, пожалуйста, и я уйду. И ребенок это говорит своей маме. Потому что мама в таком бешеном ритме просто вообще забивает и забывает про себя, к сожалению. И очень сложно найти время, возможность адекватно ей это все высказать. Поэтому, конечно, психологи нужны и важны очень-очень, чтобы как раз в личной консультации или в курсе наконец-то снять все эти замки с себя, раскрыть чемодан со скелетами и выпустить накопившиеся эмоции. У меня буквально в эту субботу была сессия с девушкой. Значит, детская психосоматика тоже запрос. Но там первично шел запрос запора, а вторично там дерматиты за коленками сзади на сгибах у ребеночка. Не помню, 2-3 года, по-моему, ребенку. И такая нестандартная была сессия, потому что максимум сессия длится полтора-два часа. И вот мы все два часа были с ней вместе, и два часа она плакала. Плакала неистово, потому что человек держал в себе столько, там было столько контроля, что в моменте осознания, что здесь и сейчас я свободна, я могу говорить о своих чувствах, это как будто бы сорвало чеку в хорошем смысле этого слова. И ее вот так как фонтаном взорвало, и я оказалась рядом, и мы просто работали с тем, что она экологично, адекватно старалась выразить эти эмоции, чтобы со слезами вышло все напряжение. Два часа человек плакал, и под конец она выдохнула уже с облегчением, сквозь эти слезы, опухшие глаза, нос она вытирала все, говорила, что да, сейчас мне легче. Сейчас в моменте, наконец-то, я ощутила какое-то облегчение. И это уже огромный, просто величайший шаг для этой женщины. И однозначно ребенок, такое сильное изменение в матери, гормональное изменение, точно почувствует и будет его отражать уже своим состоянием. Так что не держим себе, не держим, проговариваем, проживаем. Вот что касается аллергиков, кто страдает пищевой аллергией, или аллергией на пыльцу, на животных. Здесь важно узнать у себя, задать себе вопросы, что со мной происходило накануне того, как стартовал симптом. Если это с рождения у вас, то здесь все вопросы уже про маму, про родителей, про то, в чем они жили, в каких состояниях и эмоциях. И здесь я рекомендую почитать информацию про фазу программирования. Это 9 месяцев до беременности, сам период вынашивания и первый год жизни ребенка. Потому что именно в этот период, условно 3 года, идет закладывание фундамента наших реакций, нашего поведения, реагирования в будущем. Вот эта биология, она закладывается тогда. Но многие, многие способы реагирования, например, такие как аллергия, мы можем, ну или дерматиты, перенять у своих родных, у своих родителей, которые в каких-то тоже трагичных, травматичных ситуациях сталкивались в своей жизни и неосознанно передали нам. Но это тоже про вот этот вот, про резонанс, про связь матери и дитя. Поэтому читайте посты, у нас очень много этой полезной информации, вы узнаете еще больше. И может быть, возникнут какие-то идеи, конкретно про ваш симптом. Очень важно еще исследовать символизм, почему у вас аллергия, например, на молоко, на солнце, молоко мать, солнце фигура отца. А аллергия это всегда про расставание. И тогда, может быть, вас очень рано отлучили от груди, или это отлучение от груди было безумно резким, драматичным. Или во время грудного вскармливания мама жутко поругалась с папой, папа с ней, и произошло тоже расставание такое для нашего мозга. Значит, на пшеницу, это тоже, кстати, про переход от грудного вскармливания, да, бывает аллергия на пшеницу, и вот тогда переход от груди, от грудного молока, каша, может быть, здесь тоже вот этот разрыв, отдаление, расставание с семьей в том числе. Символизм на яйца очень много у кого, да, аллергия бывает, поэтому тоже нужно исследовать. Про яйца, если это говорить, то это страх потери ребенка. Если были выкидыши, аборты, это тоже нужно исследовать. Поленос, какое расставание происходило вот в этот период цветения, ну, то есть, как правило, это у нас что, весна, лето, осень, да, что там драматичного происходило, или вас отвозили к бабушке, это тоже такая классическая история, а вы не хотели, а вы думали, что вас бросили, а бабушка злая, как будто бы была тогда для вас маленького или маленькой. Также на курсе мы еще работаем с акне, но тут еще более очевидный зацикленный конфликт, потому что там глубокие слои кожи задействованы, эпидермис, дерма. И тогда, почему зацикленный? Потому что человек же прыщами покрывается, он очень сильно оценивает свою внешность, переживает, видит себя в зеркале, ждет появления прыщей, угрей, акне, и тогда вот в этом ожидании, вот в этой зацикленности себя загрязненной, загрязненным, при виде фотографии, при виде отражения, заново и заново возникают эти эмоции, неприязнь к себе, ну и так далее. Это тоже можно раскручивать, с этим также мы работаем на курсе. Но вот как итог подвожу, что очень важно, что это работает для всех, вообще для всех симптомов, работает механизм классического вытеснения. Это то, что я говорила раньше о слепом пятне. Нас психика спасает, мы сами этого не видим. Например, если говорить про мой личный опыт, работая с аллергией, аллергией у дочери была на сладкое, то здесь сработало врачебное медицинское убеждение. Будучи беременной, меня врач убедила, что сладкое может навредить очень сильно мне во время беременности. А я очень сильно хотела постоянно есть пирожные, сладости. То есть у меня была дикая потребность. Как слышали когда-то, когда женщина беременная очень хочет мел грызть, там еще какие-то странные вещи. Вот я сладкое хотела. И каждый раз, когда я держала в руках что-то сладкое, даже варенье или мед и все что угодно, я думала, мне нельзя, мне нельзя, мне нельзя. Это было... И вот прям я видела врача, но я это все не замечала, вообще не знала, что вот оно как-то связалось тогда. А это такая простая история. Сцеление, это очень... Все на поверхности. Через трансовую практику проживаешь, в общем-то, посылание врача куда подальше, чтобы не принимать его слова за чистую монету, и живешь дальше. Поэтому очень важно идти с верой, с верой в себя, в свои способности, с верой в сам курс или в саму личную терапию. Потому что без веры не будет вообще ничего получаться на самом деле, да, вот если поверить в себя, то можно и стометров куда пробежать. И то же самое здесь. Здесь очень важно доверять себе, доверять этому процессу. Это что-то такое очень фантастичное, можно сказать, правополушарное, очень творческое. И вот этот механизм себе важно развить. Но, как правило, мамы очень замотивированы исцелением, и когда родитель уже перепробовал все, можно поверить и даже в такие чудеса, как психосоматика, хотя это в чистом виде биология. И квантовая физика. Немножко. Поэтому процесс исцеления – это очень личный процесс. Кому-то достаточно будет часа проработки с трансом, с упражнениями, какими-то практиками. Кому-то нужно будет 100 дней, чтобы работать. Я очень утрирую сейчас. Поэтому не рисуйте себе каких-то границ. Плывите по течению, когда вы записываетесь на сессию. Доверяйте в первую очередь себе, своей интуиции, потому что все ответы на вопросы, а почему у меня так, а почему и так, лежат только внутри вас. Я никогда не смогу засунуть свои руки вам в душу, в психику, и поменять, и сказать, так, здесь ты не тревожишься, здесь ты себя любишь, а здесь вот всех посылаешь. Это невозможно. Это, опять-таки, очень личный индивидуальный процесс, к которому можно прийти за счет говорения, за счет проговаривания, за счет разных практик, дыхательных, трансовых и так далее. То есть нужно работать вообще по всем фронтам в этом вопросе. Так, и что-то я еще хотела в конце сказать. А, вот был недавно такой вопрос. Вопрос-вопрос. Сейчас я открою просто, как он прозвучал правильно. Задавали нам вопрос. Хочу к вам на курс, но боюсь, что опять не поможет. И здесь, в вашем же вопросе, звучит ответ. А где здесь вера? А с чем нужно работать в первую очередь? Но боюсь, что опять не поможет. Я уже заранее нарисовала себе не результат, что у меня не получится. Это ваш паттерн, это ваш способ реагирования, это шаблон. Ну, вот не получится. Да, хочу, но точно не получится. И с этим уже можно начинать работать. Даже не в контексте симптома, там, дерматита или аллергии, а просто как с моделью поведения, такой очень негативной, что у меня что-то будет не получаться, и работаем, раз боюсь с тревогой, с тревожностью. Да, и я уже говорила в начале эфира, что проработав тревожность, можно вообще от всего, чего хочешь, исцелиться. И принцип один для всех. Работаем с чувствами, при том, что эти чувства очень тяжело доставать. Это драматичные эмоции, это драматичная ситуация. Что касается животных, это часто про смерти любимого зверя, да, там, в детстве. И в эти драмы, истории стрессовые психика, ну, вообще не захочет пускать. Тем более, при самостоятельной работе придется уделить еще больше внимания, времени, вот погружению в ту боль прошлой. Поэтому работаем не столько с самой ситуацией, с событием, которое происходило, все-таки, а именно с тем запечатлением, с тем смыслом, который сделал, какие выводы сделал мозг, да, тогда. Например, родители очень сильно ругались, они потом развелись, а маленький малыш или малышка, когда наблюдали эту сцену, вдруг почему-то решили, что виновата я или виноват в их разводе. и все. И вот такое убеждение зародилось, и, соответственно, потом уже пошли симптомы во взрослой жизни, например, ну, или в детстве сразу. И поэтому еще очень хочется отметить такое, одно из тоже ключевых, почему я там все делаю, я была на курсе, я была в терапии, но ничего не проходит. Ну, нужно спросить вас, что вам мешает, да, обо что вас потыкаетесь, как я часто задаю, что мешает вашему исцелению, а может быть, это просто вы не готовы решиться на какие-то изменения в своей жизни. Часто бывает, бывает такая категория клиентов, которые приходят и понимают, что она сидит условно в болоте, но пока что по ряду причин не готова вылезать из этого болота. Она как бы все видит, все понимает, но вот не хватает немножко решимости, ответственности, потому что страшно принимать решения, которые могут кардинально как-то изменить свою жизнь, поменять что-то внутри. Над этим тоже можно и нужно работать индивидуально, на курсе в терапии, то есть это то, что тоже можно поправить, развить в себе этот навык. То есть как мы работаем с психикой? Мы как будто бы в психологический фитнес-зал ходим, качаем эти новые нейронные связи, они у нас прокачиваются, укрепляются, и мы уже движемся не по-старому, нейронному пути, а по совершенно новому, продуктивному и позитивному. Поэтому приглашаю в конце концов всех на личную, на групповую работу, на курсе, который у нас стартует уже, по-моему, в марте, да, по проработке аллергии и кожных симптомов. Работаем с детскими, работаем со взрослыми симптомами, также с акне, с аллопецией в том числе. Кто хочет посмотреть мои эфиры по диагностике, смотрите обязательно на YouTube-канале, там их много, наверняка где-то почувствуйте, увидите себя. Ну, а на сегодня насчет инструкции, я думаю, достаточно. Главный вывод, который вы должны сделать, это эмоции. С ними работаем. Ну, а я с вами прощаюсь на двух площадках. Спасибо, что смотрели и до скорых встреч. Пока-пока!